МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закончил в 82-м году в феврале техникум авиационный, дневной. До этого за полгода с военкомата пришла повестка обучения на категорию С водителем. Обучался уже в школе, во второй школе ДСА. 1 апреля сдаем на права, нам выдают повестки, что 2 апреля мы должны явиться на сборы уже на следующий день. За полдня тут быстренько собираем родственников, что успели. Вот со 2 апреля у меня началась служба 1982 года. Через неделю мы с области уехали большим эшелоном Самарской области на Алма-Ату. Половина эшелона вышла в Алма-Ате, и половина до Ташкента у ребят ушло. Мы под Алма-Атой находились приписаны к военной части, но жили на полигоне. Там палатки нам разбили, там было в то время уже в апреле тепло. Мы приехали туда в шинелях, в пилотках, уши обгорели за 2 дня. Потом уже нас переодели в пулевую форму с панамами, которая защищает от солнца. И там мы 2,5 месяца до июня учились водить машины по холмам, делали марши, 350 километров, 500 границы ездили в панфилов. И уже в конце июня по группам нас перебрасывают уже в Афганистан. Сели мы в Кабуле, приземлились, группа наша. Собрал нас замполит, который информировал, куда мы попали, для чего мы попали. Вокруг уже шла колонна, ходили, тут и афганские поселения были, можно было созерцать. Там сразу нам сделали 4 прививки пистолетами от всех инфекционных заболеваний. И разъехали все, кто куда был нужен, представители военных, с частей приезжали, забирали, кто тут вновь прибыл. Я попадаю в 180-й полк мотострелковый под Кабулом, оснащен на БМПшках, на БМПшках, боевая машина пехоты, во второй батальон. Потом узнаю, что это батальон Аушева, что сейчас идет панширская операция, и тяжело там в этом моменте. Нас молодых собрали, которые мы приехали в полк, и начали нас немножко обучать. Дали нам автомат. В Союзе мы всего по 3 выстрела сделали из автомата, хотя жили на полигоне. А так вот, физкультура, учения, политзанятия, езда на автомашинах, по холмам, по бездорожью. Ну и смотрели за нашим здоровьем, как в Союзе, как мы тут немножко к температуре осваиваемся. И где-то недели через 2 полк пришел с панширской операции. Тут узнаем, что Руслану Аушеву присвоено звание Героя Советского Союза и командиру части нашей Высоцкому. Им двоим героя дают за успешное выполнение задачи. Через какое-то время Аушеву в Союз влетает комбат. К нам приходит майор Гузачев. И вот у меня вся служба, как большинство, с комбатом майором Гузачевым проходит во 2 батальоне. В батальоне были машины, для чего они перевозили боеприпасы машины, питание. На этих машинах, чтобы батальон мог выполнять боевую задачу, машины были нужны для перевозок. Естественно, там была машина для выполнения ремонтов в полевых условиях. Ребята спрашивают, кто знает электрику. Ну, я вроде как бы помимо автомобильной техники, я интересовался так. Вот радиоэлектроны, значит, усилители паяли. Как бы самые любители были. Я говорю, ну, я знаю, ну, вроде бы электрику автомашину. Ладно. А кто сварщик есть тут? Я тоже как бы интересовался сваркой. Электрод держал. Пацаном такой интерес есть. Ну, варили. Я говорю, я тоже сварку знаю. Ну, таким образом я попал в отделение, в ремоотделение батальона. Ну, уже возраст, пока техникум закончил, мне уже было 20 лет. Мои дембеля уже ровесники, а я вот 20 лет после техникума уже мне попадал, попал в Афганистан. Ну, как вроде бы взрослые на меня, так и смотрели тоже на взрослого. Там все, вроде бы, там ответственные вопросы приходилось решать. И когда дембеля ушли, мне дают сержанта. Через полгода я получаю сержанта, командир ремоотделения присваивает мне. У меня вот эта будка с мастерской, там сварка, там у меня и съемники. Я в полевых условиях должен был отремонтировать машину, значит, все там электронику, и что там необходимо было по механике, по навесному оборудованию, двигателе само. Вот, и топливозаправщики у нас еще были, вот, бензовозы. Это была задача. Ходил я всегда в замыкании, за мной только зампотех на БМПшке ехал. Значит, батальон идет, БМПшке. Колеса, мы их машина называли колесами, колеса идут через БМПшку, чтобы не вместе БМП, машина, БМП, машина, БМП, машина. Вот, а я в замыкании, позывной замок-2, за мной зампотех, ну, непосредственно мой руководитель. Машина встает любая, я должен с ней остановиться и в кратчайшие сроки восстановить ее движение, чтобы она пошла. Но если были случаи, когда, значит, клинил двигатель, выходили из строя механизмы, все, машина не едет, ну, значит, ее надо зацепить и тащить. Со временем уже, если казалось, что все стволы смотрят именно на тебя, когда ты выходишь открыто из укрытия, а там укрытия ты не найдешь, за машину спрячешься с одной стороны, с другой ты открытый. Вот, получается. И просто как бы уже не так обращали внимание, выполняли свою задачу поставленную. Афган, 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 Афганистан, кружит черный тюльпан на берегам реки. Тяжело, когда на первые дни было, и тяжело было последние дни. Вот там вот где-то дня два, нам три, когда сказали, что такого числа, значит, зембелей, собираем все, значит, вы поедете. И вот эти три дня, они похожи на первые дни. Настороженность такая какая-то. Если на обычную стрельба идет, там где-то, ну и спишь, там идет. Тревоги нету, там не дают горно, не играет тревогу. Ну и там, ладно, спишь. Потому что это повседневность такая была. А последние дни, да, это как-то настораживает. Ты жди меня. Ты жди меня. Жди меня. Жди. Со временем вот эта вот привычка, человек привыкает. Привыкает к этому всегда и в армии шутки, и дружеские отношения. Вот. У нас 16 национальностей во взводе было. Как бы все там, каждый находил свою задачу, ну, выполнял свою задачу. Не забыть нам Афган, Чирикар, Файзабад и Хост. Не забыть Кандагар, от до смертушки, да по ГОСТу. Не забыть, но и не вернуть этих лет опаленных зноем. Остается лишь помянуть третьим тостом подивших. СТОИНКИ 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 Редактор субтитров А.Семкин